Сказать вам, вот думай так или говори так, это тоже можно какое-то время практиковать, получить результат, но это не станет вашим. Почему? Потому что ваши мысли и ваши цели это следствие ваших убеждений. И уже работать здесь говорит о том, что изменив маленькую, как бы меня совсем маленькую незначительную какую-то деталь в области убеждений, вы как следствие меняете все. Изменилось убеждение, изменится как следствие ваше мышление и цели, изменится как следствие ваше действие и вы получите совершенно другие результаты. На своем курсе, например, вот сегодня мы будем говорить о любом убеждении, но на курсе, который стартует уже 9 числа, мы идем еще дальше, потому что убеждение тоже следствие чего-то. Убеждение следствие наших ценностей. И вот работать на уровне ценностей это самое важное и самое результативное, потому что когда ты формируешь ценность, ты как следствие меняешь это все и это становится твоим. И ты не заставляешь себя действовать так, как тебе неприродно, ты не заставляешь себя думать так, как тебе не хочется думать. Это происходит все как следствие и ты по факту получаешь крутые результаты. Это если в двух словах сказать, каким образом выстраивается эта пирамида и где находится работа над нашими убеждениями. Круто, ну это очень глубоко ты копнул, на самом деле действительно достичь вообще каких-то результатов и каких-то изменений в жизни это тяжело, если ты знаешь, как это делать. Но если ты не знаешь, как это делать, то это практически нереально. По-моему, ты вот сегодня, сейчас вот только что разложила прям на пальцах вот эту вот всю структуру, да, как идти к своим результатам. Сейчас, конечно, мы будем копать подробнее в каждой из этих тем, которые говорила Ира, будут практические занятия, задания. Мы наконец-то подключили наш фейсбук, поэтому привет, кто смотрит на нас в фейсбуке. Сегодня тема, как работать с негативными и позитивными убеждениями. И у меня к тебе вопрос. Давай. А что такое убеждение? Ой, это вообще очень классный вопрос, потому что все такие, ой, с чем будем работать, с убеждением? С убеждением, ой, давай, а что это такое? Если вообще вот совсем так вот понятно, да, объясните, убеждение, по большому счету, это мнение. Мнение это слабое убеждение. Мнение очень легко меняется, что-то произошло, и у меня сложилось некое мнение. Чтобы мое мнение изменилось, должно произойти что-то другое. Я очень быстро могу изменить свое мнение. А, или кто-то другой может изменить, да, манипуляции там какие-то. Да, очень быстро. Мнение это такое слабое убеждение. Убеждение это уже мнение, которое гораздо основательнее закладывается в наше сознание. Убеждение базируется уже на конкретных установках. Как я говорю, убеждение стоит на четырех столбах. Это мой личный опыт, или позитивный, или негативный, может привести меня к этому убеждению. Это мнение авторитетов, это и мнение экспертов, причем мнение экспертов и авторитетов. Всегда спрашивают, а в чем разница. Разница в том, что авторитет это человек, может быть, совсем не эксперт в этой области, но он для меня авторитетен, да. А эксперт это человек, который разбирается конкретно в этой теме. И это общественное мнение. Вот эти четыре столба, которые могут конкретно сформировать у вас уже убеждение, где вас выбить уже не так просто. Потому что есть опыт, есть ваш опыт, есть чужой опыт, вы это все интегрировали, впитывали как губка и сложили это убеждение. Есть еще более сильная ступень убеждения, это такое понятие как убежденность. Слушай, Ира, прости, пожалуйста, вот запомни, что ты хотела сказать. Друзья, вот я прямо сейчас чувствую, что пришло время взять ручку, листочек или свой телефон и записывать. Потому что то, что говорит Ира, это фундаментальные штуки, это фундаментальные знания. И вы можете сейчас смотреть эфир с точки зрения, ну там, давайте удивительно, типа, и так все понятно, о чем-то вы сейчас будете рассказывать. Это и так мне ясно, мне знакомо. А можете попробовать заново впитать, даже если вы знаете, или попробовать понять, если вы еще не знаете это, записать, потом проанализировать, подумать и применить это в свою жизнь. Благодаря уже вот этим знаниям, и это однозначно, потому что то, что говорит Ира, мы используем в своей практике. Ира обучает это других, есть результаты других учеников, это реально работает. Поэтому возьмите ручку, возьмите листочек и отнеситесь к нашей встрече не просто как к видео, сериал посмотреть, а как к некоему практическому мастер-классу, после которого у вас уже появятся первые результаты. Окей? Окей. Все, спасибо. Пожалуйста, поставьте, кстати, плюсы, кто планирует это сейчас сделать, кто с нами на одной волне, кто хорошо впитывает эти знания, кому заходит. Если какие-то возникают вопросы, пишите, в конце нашего эфира будут ответы, вот, и теперь, прошу прощения, продолжай, пожалуйста. И если мы говорим про убежденность, то есть убеждение это такое достаточно основательное мнение, которое сложилось за какой-то период времени, и оно на чем-то базируется, то есть основывается, то есть еще глубже, вот когда я зацепила тему о ценности, вот, наверное, это ближе к убежденности. Убежденность это аксиом, другими словами. Если убеждение стоит на каких-то столбах и требует какого-то доказательства, да, и можно с ним работать, то с убежденностью работать сложнее, потому что убежденность это то, в чем мы уверены на 100%, и нас очень сложно выбить с этой орбиты, потому что мы убеждены. То есть есть у нас теоремы, они требуют доказательства, есть аксиомы, которые доказательств не требуют. И вот как раз убежденность это уровень ценности, там тяжелее всего работать, но результат намного больше, намного длительнее, я бы сказала, потому что есть временный эффект, и многие встречали, наверное, момент, что хожу на тренинг, после тренинга мне придет неделю, может месяц, а потом меня попускают, и мне нужно снова пойти где-то там на тренинг. Это как раз из-за того, что работают в уровне действий, делай так, получишь вот этот результат, делай так, получишь такой результат. Ты какое-то время можешь делать и получать результат, но ты потом быстро возвращаешься на круги своя. Работая глубже, ты меняешься навсегда. И тут очень важный момент, то, что это комфортно для тебя, да, то есть это будешь ты. Тут очень важный момент, когда, ну как выстроить, как работать именно с убеждениями, чтобы не получилось, что оно чужое, например, или меня навязывают и так далее. Второй важный и первый инструмент, которым я хочу с вами поделиться, и это важно, не просто услышать, со мной согласиться, это принять раз и навсегда 100% ответственность за все, что с вами происходит на себя. Это первое, что вы должны сделать. Без этого первого шага, ну в принципе, все остальное бесполезно. Когда вы осознаете, что только вы на 100% решаете, каким убеждением и ценностям жить в вашей голове, с этого момента начнется чудеса. Потому что наши убеждения в голове формировали, к сожалению, не всегда мы. Наши убеждения, которые рабочие или нерабочие, формируются в нашей голове с раннего возраста, садика, школы, у нас были тренера, такие как наши родители, первые учителя и так далее. То есть всю жизнь, в которой мы живем, мы формируем некие убеждения. Но когда вы понимаете, что только вы решаете, каким убеждением жить в вашей голове, с этого момента начинается все самое интересное. Потому что работать с убеждением дальше, я сейчас когда вам покажу, вы будете смеяться, потому что все очень просто. Каким образом убрать негативное убеждение, это очень легко. Каким образом поселить в голову правильное убеждение, это тоже, как оказалось, легко. Но первое, что нужно сделать, это принять ответственность на 100%, что только я решаю, каким убеждением жить в моей голове. Вот, это важно. Слушай, круто. А кто, кстати, вот принял уже этот способ мышления, эту идеологию, 100% ответственность? Потому что я почему говорю идеологию? У нас есть ценности нашей компании, Splash. То есть у нас это прописано от того, что мы верим, что мы ценим в людях, в сотрудниках. Ну, то есть в людях, сотрудники люди, но это люди очень высокого уровня, что мы ценим в них. И кто точно так же с нами на одной волне? Кто принимает 100% ответственность за то, что происходит в вашей жизни? За то, о чем вы думаете? За то, с кем вы общаетесь? За то, как вы достигаете чего-то или не достигаете? Сколько вы зарабатываете? С кого вы любите? С кем вы живете? Кто принимает 100% ответственность? Напишите, пожалуйста. Очень давно только 100% ответственность. Сударо. Там до этого было много плюсиков, что люди с нами на волне записываются. Да, вот я принимаю, но это тяжело. Действительно, не всегда просто. Причем тоже здесь есть тонкая грань. С одной стороны, я принимаю 100% ответственность. Но если происходит какая-то ситуация извне, то я, конечно же, могу отстаивать свои права. То есть не в любой ситуации. Меня сбила машина. Нет, это все виноваты. Ой, это я виноват. С одной стороны, я виноват. Но с другой стороны, есть еще какая-то юридическая сторона. Да, да, нужно отстаивать свои права, а не слепо как бы я и я. Но глубоко нужно понимать, что я действительно, значит, я притянул эту ситуацию. Я притянул этих людей. И, значит, я этого заслуживаю. Но в большей степени, если говорить про 100% ответственность, я увожу это все в режим какой. Мы уже говорили, что там результаты, это следствие наших действий. И все, что с вами происходит, получаются результаты. Понимая, что это следствие наших действий, то значит, какие-то ранние действия вас привели к этим результатам, к этим решениям, к этим реакциям. Потому что в большей степени за что мы точно отвечаем на 100% – это то, как мы реагируем на те или иные события. А наши реакции на события приводят нас к новым целям, новым решениям, новым действиям и новым результатам. Поэтому какой бы результат вы ни получили, в любом случае нужно отдавать отчет, что какие-то ранние действия, ранние решения вас приводили к тем или иным результатам. Я тут, например, очень люблю вспоминать Стив Джокс, когда рассказывал на свою историю про 5 точек, которые сходятся в одну линию, на протяжении, когда проходишь уже этап какой-то жизненный, а глянувшись назад, ты можешь соединить все эти 5 точек. И оказывается, что какие-то решения, очень давние решения, действительно тебя приводят к сегодняшним результатам, а раньше ты даже и подумать не мог, что какое-то принятое решение 5-10 лет назад тебя приведет… Меня привело в Сфлэш, например, и я этому невероятно рада. А как мы рады! А, классно! Это взаимно! Это сотрудничество уже длится более чем года, почти уже полтора года, и это один из самых замечательных периодов вообще существования Сфлэша. Класс! Что хотела еще сказать в рамках убеждений и так далее. Может быть, вы слышали и знаете такое понятие, что карта – это не территория. И каким образом ваше убеждение формирует вашу реальность сейчас? Я представляю себе вот прям визуально такой образ. Есть некие стеклышки, такие фильтры, на которых есть определенные координаты, коды, и одно стекло накладывается на другое, такие фильтры, их очень много на протяжении жизни, мы их ловим, отстаиваем, и эти фильтры простраиваются в нашей области видения. И вот количество набор моих ценностей, набор моих убеждений в совокупности создают карту моей жизни, карту видения, которая стоит передо мной, и она создаёт мою реальность. Ну, как пример могу сказать очень просто. Например, на одной площадке живут два человека, один живет в каком-то странном мире, где все, извините, не очень хорошие люди, и все очень плохо, и все очень ужасно, и на этой же площадке может жить человек, то есть территориально в том же месте живёт человек, у которого всё прекрасно, его окружают замечательные люди, и у него всё замечательно. Это доказывает как раз эту теорию о том, что карта – это не территория, карта – это всего лишь ваше видение, а ваше видение – это как раз результат набора ваших убеждений. Одно убеждение, второе, третье, четвёртое создают некое вот такое вот пространство, в котором вы создаёте свою реальность. И, конечно, хотела бы, чтобы реальность была максимально классная, максимально желаемая вами, чтобы было всё так, как вы хотите, и для этого нужно работать как раз с убеждениями. И сейчас мне хочется больше акцента дать, каким же образом это делать, какие инструменты помогут вам создать свою систему координат, в которой вы будете чувствовать себя как рыба в воде. Слушай, давай пока, я знаю, что сейчас ты подготовила практически такие примеры и практические задания, у нас на самом деле не так много времени, сейчас будем уже к ним переходить. Единственное, что перед этим, хотел спросить. Вот ответьте, пожалуйста, в чат сейчас, Плюсик, если вы с этим согласны. Как вы думаете, понимаете ли вы, что если вы немного измените свои убеждения, то очень серьёзно могут измениться вообще ваши результаты? То есть, если вы получите некие инструменты, как работать со своими убеждениями, если вы начнёте с ними работать, то у вас кардинально начнутся, начнут появляться другие результаты, вы начнёте получать то, чего не получали, общаться с тем, с кем не общались и иметь то, чего ранее не имели. Кто это понимает? Поставьте, пожалуйста, Плюс. Потому что вот то, что будет сейчас происходить, это то, что нужно действительно впитывать и применять. Потому что пока вы это не сделаете, не будет никаких результатов. Пожалуйста, поставьте Плюсик, кто понимает, что работая над своими убеждениями, негативными убеждениями, установками, вы начнёте получать другие результаты. Вы начнёте достигать своих целей, вы будете более счастливыми, вы начнёте выстраивать свои отношения, вы начнёте быть вообще просто, вы станете другим человеком. Окей, пошли Плюсы, всё, можешь рассказывать. Очень круто, но самое интересное, смотрите, все это понимают, мы давно слышим эту фразу, всё у нас в голове, всё у нас, как мы формируем. Но почему всё равно сложно так взять, если так всё в голове, всё придумать офигенно, выйти, и тут ты уже счастливый. Потому что нету навыков, наверное. Нету навыков, но ещё есть маленький такой секрет, получается иногда серьёзный дисбаланс. Дисбаланс наших целей, которые мы ставим перед собой, и наших убеждений, и ценностей. Почему я так говорю? Ну, все хотят, например, многие говорят о том, что хочется молодёжи, хочу быть миллионером, хочу быть очень богатым, хочу быть успешным, хочу, и хочу, 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 всего очень хочу, но по факту никто не разбирается с... Ой, это у нас был упс, кто-то уронил телефон. Благодаря таким убеждениям и ценностям успешно люди пришли к этим результатам. Я часто в своей практике встречала такую вещь. Люди, имея набор своих убеждений и ценностей, хотят того, где эти убеждения и ценности вообще не могут быть, не могут существовать даже. И не приемлят те убеждения и ценности, которые лежат в области их целей. Именно поэтому, даже понимая, что это так работает, не получается. Пробуют, а не получается. Потому что не приходит осознание, что конкретное убеждение или конкретная ценность мешает двигаться в этом направлении. Я в своей работе делаю следующим образом. Первоначально... Так, вопрос, Лёша, если есть, посмотри, пожалуйста. Да, я буду сейчас просматривать. Вот. Первоначально, для того, чтобы вот прям результативно-результативно дойти до своей цели, важно определить, куда вы движетесь. И это как раз актерское мастерство. Актер всегда знает сверхзадача, какая стоит цель и сверхзадача его персонажа. Куда вы движетесь. И вот исходя из вашей цели, нужно очень глубоко проанализировать, благодаря каким убеждениям и ценностям вы можете туда прийти. И если ваш набор ценностей не совпадает, вот как раз нужно все это менять. Нужно убирать не рабочие убеждения, ставить рабочие убеждения. Причем одни убеждения в одной области работают позитивно. И эти же убеждения могут работать негативно в другой. Например, ну давайте какой-то вот такой яркий пример, хоть чтобы и простой, бытовой и всем понятный какой-то пример. Ну, например, человек с убеждением, что невозможно заработать деньги честным путем. Кстати, слышали такое? Поставьте плюсики. Что невозможно заработать деньги честным путем. Тебе знакомы такое убеждение? Да, у меня самого было такое убеждение. Мы только что перед началом эфира с Ирой говорили, Ира говорит, какие убеждения. И к счастью, вот эти негативные убеждения, они забываются. Когда они меняются в голове, ты начинаешь жить по-другому и очень трудно вспомнить. Я долго вспоминал, потом говорю, слушай, вот у меня было такое, что там зарабатывают большие деньги только там воры, какие-то, да, там, бандиты, нечестным путем, честным путем, либо какие-то должны быть там связи обязательно, либо должно быть какое-то там состояние, какой-то старт, иначе никак не получится. И что происходит, когда человек имеет это убеждение, но при этом он хочет быть богатым? Это идет в некий вообще, ну, невероятный дисбаланс, потому что у него есть на уровне ценности быть честным, у него есть эта ценность быть честным, а убеждение, что честным путем невозможно заработать деньги. Как вы думаете, сможет он заработать деньги в реальной жизни? Нет. Нет, да. Либо ему нужно изменить свою ценность и сказать, не буду больше никогда честным идти и воровать, и становиться богатым. Да, кстати, у кого деньги на первом месте стоят, наверное, вот они идут на компромисс с собой, и понимая это, они становятся вот такими, как в своем убеждении. Вот там очень интересно, Лёш, прочитаю, про убеждения писали. И вот получается, вот на таком примере хотела показать, что как раз иногда сопротивление к цели идет неправильный набор убеждений. Нужно выбирать убеждения, которые ведут вас к цели, помогают прям как на гребне волны, можно идти кайфовать и не терпя никакого стресса. Здесь, вот на этом примере я показываю, человек страдает, потому что, первое, он хочет то, чего он не имеет, то есть он хочет денег, но при этом он не верит, и что их можно заработать честным путем, но хочет оставаться честным. Все, вот в этой всей катавасии невозможно достигнуть своей цели. Как бы я посоветовала работать в данном примере? Естественно, работать с убеждением, ни в коем случае не менять там ценности, быть честным, она остается. Но нужно работать с убеждением, которое у него сложилось по поводу того, что честным путем невозможно заработать. Слушай, пока ты не сказала, я уже понимаю, к чему ты подводишь. А вспомните, пожалуйста, сейчас свое какое-то убеждение, которое вы преодолели, это первое. А второе, убеждение, которое у вас есть сейчас, и которое, вы понимаете, вас притормаживает к достижению своих целей поставленных. Вот вспомните сейчас буквально. Пожелается на бедных. 15 секунд где-то подумайте, уделите себе, подумайте, вот вспомните это убеждение. То есть что-то, во что вы действительно верите. И оно вам мешает. Да, и первое, это то, во что вы верили, но сейчас вы уверены, что все по-другому, не так, как вы думали. А второе, это то, во что вы сейчас верите. И самые смелые, можете написать чат, очень интересно будет посмотреть. Мы разберем, можем прямо напереть. Да, может разберем конкретные убеждения, которые вы напишете сейчас. Поэтому напишите в чат убеждение, которое вас сейчас останавливает, его вполне возможно мы разберем. А второе, это то, которое вы преодолели. И потом очень важно задать вопрос вообще, а каким образом, да, то есть благодаря чему мы сейчас к этому подойдем. И смотрите, и получается, если мы, ну давайте, если этот пример подходит, я думаю, что он такой достаточно информативный. Как бы я работала конкретно с этим убеждением по поводу того, что невозможно зарабатывать деньги честно. Я уже говорила, что любое убеждение строится на четырех столбах. И первое, что нужно узнать, это спросить, а пробовал ли ты, то есть личный опыт. Если у человека нет личного опыта, то, или он пробовал, и у него негативный опыт, очень важно копнуть личный опыт. На чем базируется убеждение, что честным путем заработать нельзя. Второй вопрос, который очень важно задать, это мнение авторитетов, да, кто из авторитетов, которые, мнение, которое для тебя очень важно, считает точно так же, как и ты. И почему они так считают. Третье, это все-таки обратиться к экспертам. Эксперты, это, наверное, как раз те люди, которые смогли заработать деньги честным путем, да, или знают, как это сделать. То есть реально изучить тему, а существовали ли такие, вообще есть в истории такие случаи, когда люди зарабатывали честным путем и большие деньги. Вот. И, естественно, конечно, это общественное мнение, когда можно пособирать некую статистику, сколько таких людей, есть ли они вообще и так далее. И если разбирать, первое в работе с убеждением, это сначала нужно разубедить себя. То есть разрушить свое... Да. Если мы говорим, что мы работаем с существующим убеждением, то работа начинается с того, что нужно усомниться, разрушить существующее убеждение, на месте которого мы выстроим новое убеждение. Которое будет базироваться точно так же на четырех этих столбах. Итак, задавая правильные вопросы, то есть личный опыт, мнение авторитетов, мнение экспертов и мнение общественности, мы понимаем, насколько это убеждение уже на уровне убежденности или нет. Потому что у любой медали есть две стороны, однозначно. И возвращаясь к теме, что на 100% мы ответственны за все, что с нами происходит, я решаю, какой стороной повернуть медаль. Положительная или отрицательная. Понятное дело, что есть много примеров, когда люди зарабатывают деньги нечестным путем. Но если начинать разбираться и углубляться в эту тему, то мы найдем миллион вариантов, когда реальные люди зарабатывали очень хорошие деньги честным путем. Пусть их меньше, да, если мы говорим про статистику, но они есть, если хоть один это сделал, то значит я тоже смогу это сделать. И вот таким образом мы можем усомнить человека. Я вспомнил свое одно убеждение, а потом расскажу. Да, отлично, давай, расскажем. Мы разрушаем, для того, чтобы разрушить эти убеждения, нужно просто в нем очень сильно усомниться. Усомниться можно, это когда мы начинаем искать какие-то противоположные решения, какие-то противоположные результаты, мнения. Когда мы собираем и аккумулируем это все в одном месте. Когда разрушено убеждение, то есть сомнение появилось, но оно такое шаткое, идет сомнение, а вдруг все-таки так, а может так. И ты сомневаешься, самое время очень фундаментально на это место поставить убеждение, которое будет работать. Леша, ты считаешь, да, вопрос? Да, супер, тут есть комментарии насчет убеждений. Ну, во-первых, там есть наши единомышленники, которые тоже верят, что люди могут максимально. А, не, вот наоборот, не верю, это другое. Не верю, что люди могут быть максимально открытыми. Вот какое убеждение есть. Ага, класс. Как это убеждение мешает тебе жить, это важно. И мешает ли? Смотрите, ребят, не со всеми убеждениями вообще нужно работать. Первое, что нужно понимать, это задать себе вопрос, мешает ли тебе это убеждение? Если это мешает, то да, надо прорабатывать и находить те варианты, чтобы это было по-другому. Потому что при разных целях разные убеждения дают разный результат. Это 100%. То есть иногда даже на первый взгляд негативное убеждение очень здорово может помочь тебе в другой сфере. Например, там, где действительно нельзя доверять, да, ну, к примеру, есть и отрасли в работе, в сфере деятельности, где нельзя доверять людям, то убеждение, что не все могут быть честными и открытыми, как раз будет помогать тебе. А если это тебе мешает, то нужно прорабатывать и ставить именно такие вопросы. Откуда у тебя, есть ли у тебя личный опыт с тем, что с тобой не открыты эти люди? Или мнение авторитетов, то есть задать вопросы конкретно по четырем столбам. Твой личный опыт, вспомни этот личный опыт. Мнение авторитетов, мнение экспертов и так далее. Если тут все фундаментально, то можно поработать по-другому. Задай вопрос, а есть ли действительно инструменты и люди, которые могут расположить любого так, что человек будет открытый? Есть ли такие инструменты? Да, есть. Есть люди, которые владеют навыком, какой бы человек ни был закрыт, или какой он ни был бы скрытный, или не искренний, то есть люди, которые могут распознать, увидеть, да, считать эту информацию и все равно понимать, какая суть. Важный момент цели, потому что все люди для тебя закрытые, например, или не все люди, то есть это тоже такой размытый момент, не все люди могут быть искренними. Да, не все, конечно. Ну, я тоже считаю, что далеко не все, но в моем окружении таких людей нет. Кстати, вот тоже интересно насчет открытости. Многие люди, которые приходят к нам, даже на пробное занятие, кстати, у нас сейчас параллельно там пробное занятие, полтора-два часа нашего занятия, люди говорят, насколько им удалось открыться, насколько им удалось, ну вот довериться другим, казалось бы, незнакомым людям. То есть даже уже за полтора часа они открываются. Ну, а если на этом сфокусироваться, то, конечно, да, я видел. Очень круто, да, классное убеждение насчет за границей. Хорошо, там, где нас нет, что за границей можно, здесь нельзя. Давай я еще зачитаю, какие есть. Давай, давай еще. Вот раньше было, например, сейчас, я так понимаю, убеждение, что боится зарабатывать, Виктория боится зарабатывать большие деньги и быть руководителем. Это убеждение, ну, а какое убеждение? Попробуй конкретизировать. Почему так? Почему? Да, а преодолела страх общения с людьми. Супер. Все мужики козлы. Классно, это вообще моя любимая. Это любимое убеждение, потому что тоже на этом примере очень классно можно, ну, мне очень нравится, проводили эксперимент. Люди с таким убеждением на самом деле встречают таких людей, но это факт, это так работает. И был такой эксперимент, когда женщина, которая там несколько раз неуспешно вышла замуж и говорит, вот реально все одинаковые, все бьют, пьют и все страшно ее обижают, сделали эксперимент, сделали эксперимент, протестировали ее, портрет идеального мужчины, который будет вот не козел, как она выражается. Она написала этот портрет, они действительно потратили время в поисках таких мужчин. Семьянин, отличный отец, замечательный муж, хорошо зарабатывает, все у него отлично. И нашли таких девять мужчин. И одного бывшего какого-то заключенного, который там ведет какой-то разгульный образ жизни, любит выпить, погулять, подебоширить. И они их вот 10 человек, один по формату, как она называет его на К, другие все в идеале. И она какое-то время общалась, и ей надо было выбрать одного из 10. И вот теперь угадайте, кого она выбрала. Да. И это реальный эксперимент, который просто очень реальный, и который доказывает, что все-таки эти убеждения в голове формируют нашу реальность. И как ни крути, люди даже, которые не склонны к каким-то негативным поведениям, зачастую в кругу людей с таким убеждением начинают вести себя так, как человек представляет, что все так себя ведут. И как работать с этим убеждением? Естественно, искать положительные примеры. Если твой личный опыт доказал, что все-таки все такие, нужно немножечко переформатироваться, задуматься первым, почему ты получала такой опыт, потому что результат все-таки 100% ответственность на нас. И поискать примеры положительные. Все-таки это важно найти как можно больше доказательств того, что далеко не все такие, и увидеть такие примеры, посмотреть сколько успешных, замечательных семей, замечательных мужей, прекрасных мужчин, невероятных, классных и так далее, и вы увидите немножко картину другую. Это именно таким образом работает, да. Вот еще тоже было убеждение, что если где-то накосячил, думаю, что люди помнят, и об этом обсуждают, а на самом деле люди попросту не до тебя. Переживать по этому поводу не нужно. Супер! Да, но благодаря там занятию, благодаря прокачке, да, они понимают, что как бы всем, ну, если так грубо сказать, то им наплевать, да, и не важно, там сбился, об этом завтра все забудут. И тут очень важно, спасибо огромное за этот комментарий, потому что, а это убеждение, первый такой камень преткновения для достижения успеха. Объясню почему. До тех пор, пока вы будете думать о том, как о вас думают другие, до тех пор, пока вы будете думать, как хорошее впечатление или нехорошее впечатление вы там производите, вам закрыты дороги на успех, на вершину. Объясню почему. Чем выше человек подымается, тем больше вероятность того, что его будут осуждать. Чем выше полет, тем больше людей будут вас осуждать. Это 100%. И как раз первый путь, если вы стремитесь к успеху власти, стать знаменитым, успешным, известным, популярным и так далее, то это первое убеждение, с которым нужно работать. Это 100%. Потому что именно это убеждение будет мешать вам двигаться дальше. Люди, которые достигли больших высот, поверьте, им абсолютно все равно на мнение других. И сейчас, как этот маленький бонус, подарок от меня, у меня есть мое убеждение. Я делюсь со всеми своими учениками этим убеждением, и они все очень благодарны, потому что оно невероятно крутое. У меня есть очень простое убеждение. Я нравлюсь всем адекватным людям, а мнение неадекватных меня не очень интересует. Оно круто помогает, вот просто не думать о том, что кто-то будет негативно о тебе вспоминать, или как-то говорить, нет, не должно быть цели нравиться всем, потому что это невозможно. Люди живут со своими убеждениями, со своими видениями, и если мое убеждение или какое-то мое мнение не совпадает с картой другого человека, он будет меня осуждать или не будет, это не должно меня волновать. Важно работать как раз в своей карте, работать с собой и двигаться к своим целям. Тогда будет результат. Друзья, кто согласен с тем, что, ну вот теоретически это все просто, но сталкивались ли вы с тем, что иногда понимая, да, мы либо не делаем, либо трудно самого вытащить себя, как там, из болота, да. Как в бароменхаусе. Да, как в замкнутом кругу. То есть мы понимаем, что есть ограничения, но чего-то немножко не хватает. Либо энергии, либо какого-то толчка, либо пинка, либо обратной связи для того, чтобы это преодолеть. И мы, получается, варимся, варимся, варимся в своем котле, и вот это ни к чему не приводит. То есть мы остаемся на месте, топчемся на месте. И понимаете ли вы, что если вы попадете, например, в среду людей, которые все нацелены на достижение результата, все нацелены на достижение целей, и попадете в среду, где вас будут поддерживать, где вам будут давать обратную связь, где будут вам говорить и прям разбивать там в группе, или будет тренер, который будет разбивать, прям выбивать каждую ножку из-под ног. Но понимаете ли вы, что вы просто начнете двигаться с невероятной скоростью? Кто это понимает, поставьте, пожалуйста, плюс. Потому что это очень важно. У нас для вас есть серьезная информация, вот именно для тех людей, которые это понимают. Кто понимает, что негативные убеждения сдерживают нас на месте. Кто понимает, что даже зная то, что мы сказали, и получая невероятно много информации, не применяя это или не получая обратную связь, вы будете просто оставаться на месте. И поставьте, пожалуйста, плюс тех, кто хотел бы все-таки разрушить свою зону комфорта, разбить вот эти ненавистные убеждения, получив обратную связь и получив положительный опыт. Поставьте, пожалуйста, плюс, потому что сейчас мы расскажем вам кое-что очень важное. Супер! Пошли плюсы! Класс! Это здорово! Пошли плюсы! Да, это очень здорово! О чем я говорю? То, что мы анонсировали в самом начале, да, в нашей школе сейчас разработан авторский курс, который Ира вложила весь свой 15, да? Ой, я не знаю, что там гораздо больше. Более чем 15-летний опыт. Это продажи, это личностное развитие, это тренерские курсы, да, по вот как раз проработке убеждений. И это все упаковали в такой курс из 10 занятий, и там еще одно такое, из этих 10 одно секретное задание. Я даже не знаю, мы будем о нем говорить сейчас в эфире или нет, наверное, не будем. Кому интересно, напишите нам директ, мы вам о нем расскажем. Ира, расскажи, пожалуйста, подробнее о курсе, почему на этом курсе, попадая в эту среду, люди достигают своих целей. Как вообще там все устроено, как это все выстроено? Расскажи, пожалуйста. Мы будем уже очень скоро заканчивать, у нас буквально 3 минутки. Хорошо. Вот. А кому интересно будет подробнее, вы напишите нам в директ или напишите в комментарии, мы вам сбросим всю информацию и подробности по этому курсу. Ну, первое, я уже говорила о том, что имея там актерский опыт и режиссерское образование, находясь в бизнесе, мне всегда было очень интересно, почему, 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 почему это все не используется, каким образом это можно использовать. И потихоньку набиралась, набиралась, напитывала какой-то свой жизненный опыт, очень большой, приходилось там набивать шишек и не одну, и я очень люблю свои шишки. И не одну сотню, и не одну тысячу. Да, потому что все это опыт, практика, это очень круто. И, в общем, это каким-то образом наславилось, наславилось. Еще 8 лет назад у меня возникла идея для топ-менеджеров, для руководителей проводить мастер-классы, основанные на системе Станиславского. Первое, что очень важно, над чем я работаю на курсе, это как раз то, что я работаю на уровне убеждений и ценностей. То есть на фундаментальном уровне идет проработка, не просто поставьте цели и вот вам инструмент, а на уровне, как мыслить нужно в той или иной ситуации, для того, чтобы достичь результатов. Моя цель это, чтобы ребята, которые пришли ко мне на курс, не возвращались там по 150 раз на какие-то тренинги, а получили такой багаж инструментов, которые они будут действительно использовать всю жизнь. Потому что для меня это очень важно, да, не подсадить там на себя, что без меня потом жить никто не может. А вот именно научить так, автономно и самодостаточно работать над собой, научить людей задавать себе правильные вопросы, работать над собой таким образом, чтобы вы могли в итоге, достигнув одну цель, например, поставленную на курсе, это легко. Вы можете потом по этому же алгоритму достигать очень много других целей. Без какой-либо помощи, без какого-то коуча, психолога и так далее, будьте автономны, будьте сами для себя очень результативны и полезны. Потому что мне кажется, что самый большой успех это когда ты не зависишь в какой-то степени от других, от мнения других людей, от совета, от поддержки. Развеселите меня, поддержите меня, верьте в меня. Каким образом ты можешь сам формировать в себе и убеждения, и ценности, и имея инструменты, потому что это только первый этап работы, а имея потом конкретные инструменты для достижения уже этих целей. Это и работа убеждений, когда это коммуникация качественная, это и работа, ну сама постановка цели тоже должна быть правильная. У меня есть два типа людей, которые приходят на курсы. Это первые, кто пришли уже с целью, и как правило 90% людей меняют свою цель на первых двух занятиях. Оказывается, что это не их цель, они были убеждены, что это их цель. Наверное где-то из них. А мы начинаем разбирать очень глубоко, прям такой глубокий коуч, и в итоге человек понимает, что блин, я на самом деле этого не хочу. И начинает понимать, чего он хочет. Это очень круто, это очень классный результат, они ставят другую цель и достигают ее. И есть второй тип людей, которые приходят с целью поставить цель. Да, это так, это печально, люди не знают, чего они хотят. Они настолько вот уже заигрались, запутались, они приходят и говорят, вот реально не знают, чего я хочу. И я помогаю разобраться, мы раскладываем все по полочкам, и я помогаю разобраться и действительно поставить ту цель, которая будет тебя мотивировать, которая будет тебя вдохновлять, подымать и вести тебя просто вперед. Это важно, да. Правильно понимаю, даже те люди, которые возможно сейчас запутались, а то, что я делаю, это вообще мое, то, к чему я стремлюсь, я ли этого хочу, или это навеяно там какими-то трендами, какими-то хайповыми штуками. И вот они, придя на курсы, у них как бы в голове сейчас туман, а придя и пройдя вот этот вот курс, да, твой туман рассеется. То есть будет полная картина, кто я, к чему я стремлюсь, и уже будут прям прописаны цели, возможно, что-то будет достигнуто. Да, результат у всех разный, но то, что результат есть, это 100%. Мне очень интересно, один из учеников моих сказал, с орбиты ты меня уже сбила, осталось понять, куда приземляться. И это было очень круто, потому что, да, действительно, когда проанализировали, что держит его вот в том состоянии, которое его не очень устраивало, мы разбили это все очень быстро. Был какой-то момент прям невесомости, но ощущение того, что скоро нужно придумать, где приземлять свой корабль, это здорово, это очень круто. И мы, если вообще вот совсем вкратце сказать, о чем мой курс и почему он связан с Станиславским. В одной фразе. В одной фразе. В одной фразе. В одной фразе. Курс, мой авторский курс. Мой авторский курс. В одной фразе. Нет, да, я вообще не говорю про это. Это подвод. Это курс о том, как написать лучший сценарий, стать режиссером-постановщиком и сыграть самую главную роль в самой важной постановке под названием «Ваша собственная жизнь». Это реально. Это реально, и я расскажу и покажу, как это делать. Нет ничего круче, это быть создателем своей игры. Не играть в чужой спектакль. Поверьте, если сейчас вы не контролируете процесс достижения целей и не осознаете вот эти все какие-то этапы, вы играете в чужом спектакле. Слушай, очень круто. Я думаю, что мы на этой ноте будем заканчивать наш прямой эфир. А, друзья, те, кто хотел бы написать лучший сценарий своей жизни, плюс они те... Нет, давайте сейчас поставьте огонь. Или там 10 плюсов, или 5 плюсов. Поставьте, пожалуйста, в комментарии. Мы вам сбросим всю подробную информацию про этот курс. Там есть видео, на котором вообще рождалась идея, где мы это обсуждали. Вы сможете на страничке посмотреть. И там есть все детали, как мы пришли к этому. Вы сможете посмотреть кейсы учеников, которые достигли результатов. Можете написать сразу в директ. Мы вам сбросим всю информацию. И обязательно приходите. Приходите для того, чтобы изменить свою жизнь. Для того, чтобы изменить свои убеждения. Для того, чтобы перестать гнаться, как белка в колесе. И вот совершить такой, наверное... Стать осознанным. Новый прорыв в новом учебном году. Потому что те, кто из вас здесь, вы осознаете ценность обучения. А обучение в сплэш это в два раза быстрее, в два раза лучше. И это говорят наши ученики. Класс, пересколько. Слушайте, очень круто. Спасибо вам большое за активность. На самом деле, действительно, уже нужно заканчивать. Давайте договоримся так. Мы обещали ответить на ваши вопросы. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, их в чат. Мы запишем... Возможно, мы проведем еще один эфир. Возможно, мы запишем какой-то видеоконтент. Или просто напишем вам в личку или в ленте. Ответим на ваши вопросы. Круто. Спасибо вам. Я вас очень всех обнимаю. Приходите, друзья. Я вас обнимаю. Да, жду второй этап. Кстати, те, кто проходил первый этап, у нас есть второй этап, где вообще будет нереальный космос. Я сама боюсь. И те, кто хочет узнать об этом секретном занятии, о котором мы говорили, тоже напишите в директ. Мы вам сбросим и расскажем. Потому что после этого секретного задания и занятия, вообще... Приходит осознание, что вы можете все. Люди настолько окрылены, да, и осознание, и убеждение того, что нет ничего невозможного. Все возможно. И вот это вот главное убеждение, которое получают наши ученики. Друзья, всем еще раз огромное спасибо. Приходите на обучение, приходите в сплэш. Спасибо, что в ближайший час времени вы уделили нам. Спасибо, что вы выбрали сплэш. Спасибо вам за вас. Я вижу, там нам аплодисменты отправляли. Можно тоже похлопать. Я вас обнимаю. Спасибо большое. Те, кто присоединился, возможно, не с самого начала, мы сохраним на сутки эту запись. Поэтому вы можете посмотреть, что было в начале. Обязательно отмотайте туда. Всем еще раз спасибо. Мы отключаемся. Пока. Так, 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 так. Пока. Сейчас заверну.